МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Те принимают звонки жителей и работают волонтерами. О депутатских дежурствах расскажу я, Леонид Каменчук. Захотелось поработать, пошли покопались. Не захотелось, пошли полежать. Чурявинцы самоизолировались на дачах. Спрос на аренду дома вырос в половину. Поскольку обойдется жить за городом в период пандемии, расскажу я, Полина Кирсанова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на УТВ время новостей. С вами не из студии, а из дома. Юлия Макарова, сурдоперевод Елена Бородулина. Здравствуйте. На экране вы видите, как соблюдается режим самоизоляции в регионе. Видео с улиц городов предоставлено компанией Интерсесс. Около тысячи постановлений Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции выдали жителям Златоуста. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на приеме с журналистами. В городе идет дезинфекция общественных мест, а также мест жительства больных. Масочный режим Златоусти введен, но он пока не директивный, то есть необязательный, так как масок пока не хватает. Запас будут пополнять через областной отечный склад. Кроме того, по словам губернатора, о послаблении режима пока говорить рано. Но после 11 мая сначала будут быть открыты парки, потом магазины непродовольственных товаров, потом фитнес-центры, но только при соблюдении строгих мер нужна положительная динамика. В последнюю очередь будут разрешены культурно-массовые мероприятия. Это произойдет только после того, как будет уверенность, что эпидемия полностью прошла. Совместно с главным санитарным врачом региона определили дополнительные санитарные меры по предотвращению распространения инфекции в Златоусте. Это контроль больных, находящихся на дому не менее двух раз в сутки. Обязательно дезинфекционная обработка транспорта, мест проживания, больных и контактных лиц. Здоровье жителей региона – это приоритет. Статистика по заболеваемости говорит о том, что опасность распространения вируса сохраняется. Мы не можем ставить под угрозу жизнь наших граждан. Сейчас нам всем нужна предельная собранность, ответственность. Я считаю, что такую ответственность, подавляющую большинство жителей нашего региона, проявляли эти последние полтора месяца. А сначала мы откроем парки, другие общественные пространства. Далее могут быть сняты ограничения с непродовольственной розницы, работа фитнес-центров, музеев, других объектов, которые гарантируют соблюдение санитарных норм и регулируют численность посетителей. Праздник во многом уйдет в онлайн-режим. Мы обязательно сделаем афишу к таким акциям, чтобы можно было к ним присоединиться в день 9 мая. Мы, вы знаете, готовились и продолжаем готовиться к этому. И, соответственно, праздник у нас не отменяется, он будет вот в таком онлайн-формате. Поисково-спасательный отряд «Златоуста» закрыли на карантин. У руководителя подразделения обнаружен ковид-19. Весь личный состав, а это 20 человек, отправили на самоизоляцию. Сейчас Александр Михеев находится дома на самоизоляции вместе со всей своей семьей. Болезнь у него протекает в виду сложения. На каком-то, наверное, первоначальном этапе было какое-то лёгкое недомогание, может быть, потеря мощности, в кавычках. То есть, ну, это прошло буквально в течение двух-три дней. Постарайтесь, конечно, находиться дома, постарайтесь не встречаться, никаким образом не обращаться со своими родственниками. Потому что, на самом деле, сама инфекция не изучена, и как она у всех будет проявляться, никто не знает. Отмечу, в случае ЧП на вызовы будут реагировать МИАСКИ, поисково-спасательный пункт и мобильный отряд Челябинска. Напомним, в Златоусте более ста пациентов и врачей хирургического комплекса местной больницы закрыты на карантин. Из-за вспышки коронавируса в Златоусте усиливают мир и безопасность. В город Оружейников направили 20 экипажей ГИБДД. Правоохранители дежурят по всему городу и активно проверяют автор убитей. Из-за века Болгарева расскажут подробнее. По всему городу дежурят экипажи ГИБДД. Останавливают абсолютно каждую машину. Спрашивают у водителей документы. Через планшет проверяют по базе данных. Проверка режима самоизоляции тех граждан, которые находятся на 14-дневном карантине. В случае выявления таких лиц, данные лица будут доставляться, передаваться сотрудникам ОВД города Златоуста. По всему Златоусту дежурят 15 экипажей. Всем водителям напоминают о том, что лучше остаться дома. На въезде в город обязательно спрашивают о цели визита или наоборот, зачем покидают Златоуст. О том, что лучше вообще никуда не выезжать, напоминают полицейские машины с громкоговорителями. Но из-за непогоды сегодня на дороге города не вышли автомобили, которые дезинфицируют магистрали. В дождь данные мероприятия не проводятся. А у нас по прогнозам сегодня-завтра тоже осадки. Поэтому я думаю, что когда будет устойчивая такая погода без осадков, то эту работу продолжим. А вот остановочные комплексы обрабатывают даже в непогоду. Всего их 123. Их обеззараживают уже по второму кругу. На прошлых выходных, когда было сухо, улицы тоже продезинфицировали хлоросодержащим раствором. От коронавируса обрабатывают и подъезды. Идет помывка перил, стен, ручек дверных. Раньше это было хотя бы раз в неделю. Сейчас мы уже это делаем ежедневно. Напомню, за нарушение режима самоизоляции можно получить штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Кроме самоизоляции, индекс в столице региона за последние сутки составил 1,8 балла. Несмотря на прирост зародившихся COVID-19, люди выходят на улицу, гуляют парами и активно передвигаются на машинах по личным делам. Но некоторые в период карантина используют во благо города. Так, в парке Пушкина рабочие демонтировали колесо обозрения. Что появится на его месте и где сейчас гуляют больше всего людей, смотрите без комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему горожанам так не терпится выйти из дома? Этот вопрос мой коллега Андрей Михайлюк, задавал жителям южноуральской столицы на Кировке. Как несоблюдение режима самоизоляции оправдывают горожане? Южноуральцы делятся на два типа. Одни сидят дома на самоизоляции, другие принципиально ее игнорируют. Гуляют бесстыдно даже в центре города, не стесняясь ни полиции, ни журналистов. Узнаем у чулябинцев, почему они не сидят дома. То же самое, что с алкоголизмом. Запретный плод. То, что запрещаешь, им это больше нравится. И часто вот вкушать этот запретный плод. Ну что вы убегаете? Один вопрос, ну что вы. Это уж надо молодым оберегаться. У нас, как говорится, жизнь позадей. И уже ничего не страшно? Не то, чтобы не страшно, но не знаю. Смелая вы женщина. Просто в четырех стенах неудобно сидеть. Чувствуешь себя запрятым, как в клетке. Устаешь от однообразия обстановки. А сериал, фильмы, книжки? Так это надоедает же. Ну, посмотрел чуть-чуть, а потом все равно надоедает. И все никак. И часто врушаете самоизоляцию? А я вообще-то работаю. А мы не сидим дома. Мы работаем. А кем вы работаете, если не секрет? Если честно говоря, это секрет. А мы работаем. И вы работаете. А кем работаете? А мы программистами. Я работаю, ребята. А кем вы работаете, не подскажете? Все работают, мы тоже. Но если не секрет, ну вы что-нибудь придумаете. Здесь все работают. Вот мы выясняем. На государство? Тяжело работать на государство? Ну честно. Конечно, тяжело. Все же отдыхают, а мы работаем. Ну я почувствовал по вашей паузе так. И вы работаете? А кем? Не скажу. Секрет-секрет? Да. Тоже на государство? Каждый пятый будет отвечать. Да, да. Все государственные люди, смотрю. Вы не сидите в четырех стенах? Нам приходится работать. Каждый день. Ну, читайте, что вам крупно повезло. Как выяснилось, почти все челябинцы работают. Или так говорят. Но давайте все же не будем рисковать и переждем пандемию дома. Андрей Михалюк, Антон Щербинин, ОТВ. Еще раз подчеркну, как скоро снимут режим самоизоляции, зависит только от нас самих. Нужно оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Тем временем мошенники нашли выгоду в коронавирусе. Пандемия вдохновила их на новые способы обмана. Полицейские и сотрудники банка просят межноуральцев быть внимательными, чтобы не стать жертвами злоумышленников. С помощью электронных писем мошенники могут предлагать купить чудо-препарат от коронавируса или обещать перечисление пособий в связи с пандемией. Рассылка писем, так называемые писем счастья, обещаний золотых гор, быстрых денег от имени таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения, Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор. Но цель таких писем одна – украсть деньги южноуральцев. Сотрудники банка напоминают, никому нельзя сообщать претензивы своей карты, свое имя и фамилию, номер, срок действия и CVC-код на обратной стороне карты. Запомните, для того, чтобы перечислить деньги на счет, достаточно знать номер карты. Остальная информация не узнала. В случае, если гражданин все-таки стал жертвой мошенничества, необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом в полицию. Рекомендуется сохранить скриншоты переписки со злоумышленником, данный его телефон и всю имеющую информацию. Если вину у мошенников признают, то их ждет уголовное наказание. Миллиард рублей направит правительство области на подготовку к отопительному сезону в этом году. Алексей Текслер во время совещания по видеосвязи с главными поставил задачу включить работу уже сейчас. Кроме того, губернатор обозначил еще около девяти направлений, которые должны стать приоритетом в работе главных городов и районов. В списке поставленных задач еще одна, которая напрямую связана с отопительным сезоном – платежи за коммуналку. На данный момент жители области задолжали 17 миллиардов рублей. Алексей Текслер поручил усилить разъяснительную работу с южноуральцами и максимально снизить размер долгов. Учил глава региона также держать под контролем окончание сезона и начало пассивных работ. Особое внимание обратил на пожарную безопасность в регионе. Смотрите, уже опять Дальний Восток, Иркутск, Сибирь горит. У нас у соседей в Кургане есть проблемы с этим. Коллеги, не допустить распространение пожаров в регионе. Также среди приоритетных задач губернатор выделил начало сезона дорожных работ, контроль за сжигением сроков строительства, в первую очередь социальных объектов – школ, детских садов, стадионов, попов. Алексей Текслер отметил, все работы в этом году, несмотря на пандемию, должны быть закончены в точном сроке. Несмотря на коронавирус, Южный Урал должен обеспечить себя продуктами. В регионе началась проседная. Фермеры готовят пашни, удобряют зелье для озерного культуры. К работам приступили в Картолинском районе. Там только в одном из фермерских хозяйств. В этом году планируют засеять 20 тысяч гектаров. Для этого фермеры используют пассивные комплексы. Всего 9 машин. Такая сельхозтехника почти не требует контроля. И самостоятельно бородит поля. Кнопку нажал, он все сам едет. Единственное, мы разворачиваем на краях. А так все, она строго. Агрегат вот прошел, на второй круг заходишь, он прям полоса в полосу идет. На южноуральских пашнях планируется выращивать ничмень, овес, лед и пшеницу. Владельцы фермерского хозяйства уверены, что умеют засеять все в срок и работают только дневное время. С 7 до 7 пока. Потому что ночью еще не везде высохло. Озера там, лиманы, грязь, трактора тонут. И не видать так пашнет. И стараемся в световой день налогать. А посетку слабого культу начнется уже в празднике с 2 мая. Сейчас реклама, сразу после смотрите в нашем выпуске. Спасибо огромное. ЮРГУ помогает студентам, которые не смогли уехать домой из-за пандемии коронавируса, раздают продуктовые наборы. Что в него входит и как можно получить поддержку, расскажу я, Эльвира Хафизова. Здравствуйте. Сегодня ваш звонок приняла депутатское наталье собрание Кузнецова Татьяна Ашимбековна. Слушаю вас. Законодатели на телефоне. Парламентарии области принимают звонки жителей и работают волонтерами. О депутатских дежурствах расскажу я, Леонид Каменчук. Возьми ответственность за своих близких. Подключи личный кабинет «Уралэнергосбыт» и «Устэк Челябинск» и оплачивай тепло и свет за себя и родных, не выходя из дома. Переходи в онлайн. Каждый день я просыпаюсь с мыслями о том, что могу сделать мир лучше. Пускай это не что-то масштабное. Возможно, этого даже никто не заметит. Но для кого-то... Это ощутимая помощь. И мне не нужно от них громких слов. Я все вижу в их глазах. В их улыбках. Да, знаю свою меру. И наутро, как огурчик. Купил новую машину. Обмоем, да? Ну, сейчас обмоем. Алкоголь нужен меньше, чем кажется. Минздрав утверждает, ты сильнее без алкоголя. Когда меня не станет, я буду петь голосами. О, в жизни привыкал я к зиму, а нужно было просто уйти. Голос. Большой концерт в Кремле. Смотрите в пятницу. 14.15 на ОТВ. Иностранные студенты оказались в тяжелой ситуации из-за контейнера коронавируса. Банки в некоторых странах перестали работать ради, если учащихся не могут отправить им деньги в границы государственных заходов. Поддержать своих учащихся решил Южноуральский государственный университет. Всем нуждающимся в год помогают продуктами. Моя коллега Эльвира Хапитова продолжит тему. Одни раскладывают тушенку, другие макароны, третий проверяет, все ли хватает. Штаб студенческих трудовых отрядов ЮРГУ превратился в цех по фасовке продуктов. В черных пакетах все самое необходимое. Крупы, мясные консервы, сладкое и чай. Такие продуктовые наборы университет приготовил для поддержки студентов, которые попали в сложную ситуацию. Здесь студенты из ближнего зарубежья, прежде всего, которые родители лишились работы. Им очень непросто здесь. И мы будем систематически поддерживать студентов. Я думаю, что да, в первую очередь иностранных. Но вы смотрите и анализируете, кому эта помощь в первую очередь нужна. Среди нуждающихся студентка второго курса Аяна Аипова, девушка из Киргизии. Границы страны закрыли, студентка осталась в общежитии. Денег не хватает, продукты на исходе. Банки не работают у нас в стране в связи с пандемией. Приходят, но родителям не получается к нам отправлять деньги. И, так как сказать, университет нам помогает. И таких, как Аяна, в студенческом городке осталось 1300 человек. Кто-то из Китая, кто-то из Ирана. Почти все в сложной ситуации. Продуктовые наборы руководство планирует раздавать не только иностранцам, но и другим нуждающимся студентам. Те работники общежития, это заведующие, все те, кто смотрят, чтобы у ребят оставался тот комфорт, необходимый для проживания, они тоже анализируют ситуацию, общаются с ребятами, соответственно, подают к нам заявки в профсоюзную организацию. И мы на основе собранных заявок комплектуем необходимое количество продовольственных наборов. Заявку можно оставить в самом правкоме, либо обратиться к заведующей общежития. Эльвира Хафизова, Надежда Головина, ОТВ. В период пандемии южноуральские депутаты дежурят в колл-центре, принимают звонки жителей и даже сами доставляют им продуктовые наборы и лекарства. Также помогают оплачивать коммуналку. Как проходят депутатские дежурства на горячей линии, увидел Леонид Хривичев. Для обработки заявки депутату ЗАГС Собрания Татьяне Кузнецовой нужны наушники, микрофон и пять минут времени на человека. Сегодня она принимает обращения граждан области по телефону. За час поступает больше 30 заявок. Самые частые просьбы – оплата услуг ЖКХ и покупка продуктов. Помогать людям для Татьяны Кузнецовой не впервой. Уже больше 30 лет она работает врачом-кардиологом в Златоусте. Работу в колл-центре ведет четко и скрупулезно, как прием пациентов. Мне эта работа не понаслышке знакома. Сколько лет работаю, мы пытаемся как можно шире и как можно больше включиться в ситуацию, помочь человеку. Помимо обработки звонков, Татьяна Кузнецова сегодня лично поработала волонтером. Выполнила заявку. Например, многодетной маме из Челябинска Анастасии Куликовой необходима помощь. В течение пары часов депутат доставила продуктовый набор семье на дом. Хороший продуктовый набор. Недели на две нам точно хватит. Мы поздравляем, через два часа приехали. Волонтеры привезли продукты. Не только Татьяна Кузнецова, но и другие депутаты фракции «Единая Россия» работают волонтерами. Если что-то вам будет нужно, лекарства или продукты, есть телефон волонтерского центра. Вы всегда можете позвонить, попросить. Оставайтесь дома, берегите себя. Хорошо. Телефон горячей линии Челябинского волонтерского центра вы видите на экране. Звонить по нему могут не только жители областного центра, но и все южноуральцы. Леонид Клеменчук, Андрей Федотов, ОТВ. Челябинцы самоизолировались на дачах. А впереди майские праздники и спрос на аренду дома. Загадом повысился почти в половину. Уехать подальше от суеты мегаполиса и коронавируса, выбирать семьи с детьми и пенсионерами. Сколько стоит переждать пандемию подальше от людей? Полина Персанова знает. Сашуль, давай я сейчас посажу, а ты польешь. Маленький Саша теперь заядлый огородник. Помогает маме поливать клубнику, вместе пропалывают тюльпаны. Самоизоляция из-за испытания превратилась для Балышовых в удовольствие. Семья прячется от вируса на даче с начала апреля. В квартире очень душно. Ребенку все-таки хочется двигаться. Поэтому так. Семья взяла дачу в аренду. Жить подальше от пандемии обходится в 10 тысяч рублей в месяц. За эти деньги практически загородный all-inclusive. Есть электричество, вода, а рядом небольшой пруд. Там мама с сыном играют в мяч после обеда. Потому что мы не захотели сидеть в запертии в квартире и выходить там два раза в сутки, по часам, грубо говоря. Здесь больше свободы, так скажем. Соблюдать режим самоизоляции на даче проще, чем в городе. Соседи сидят на своих участках, прохожих практически нет. Но жизнь в садах кипит. Это можно заметить по местной доске объявлений. Здесь продают участок 6 соток. Тут предлагают построить баню. А кто-то и вовсе потерял квадрокоптер и просит его найти. И таких, кто решил переждать коронавирус за городом, сотни. На садовых участках жизнь кипит. Люди греются под весенним солнышком и работают на грядках. Да, картошку вот вчера посадил так, немножко для себя. Александр Шаев, счастливый обладатель собственных 4 соток. Из городского жителя переквалифицировался в сельского. Его соседка Надежда Лаврик. Пик пандемии также ждать не стала. Собрала вещи, взяла кота и уехала в сад. Мы переехали, как только начался коронавирус. 23 марта. Нет, серьезно, да? А почему? Испугались или как? Ну, конечно, как бы страшно было. И за себя, и за родных. Захотелось поработать, пошли покопались. Не захотелось, пошли полежать. Вот вся работа у нас. Спрос на дачу в сравнении с прошлым годом вырос на 30-40%. Люди снимают дома не на выходные, а на месяц. Стать временным хозяином нескольких соток в Челябинске обойдется от 10 до 30 тысяч рублей. В области подороже. Чем ближе озеро, тем выше цена. Если брать Челябинскую область, где санаторий, озера, то, конечно, цена возрастает от 2,5 за сутки до 30 тысяч. Помесячная аренда может достигать 100. Пандемия и нестабильная экономика подтолкнула южноуральцев вкладываться в жилье. Люди начали покупать дачи. Спрос на квартиры также вырос. Вкладывать средства в недвижимость для некоторых – единственный выход – сохранить деньги. Полина Кирсанова, Антон Шмаков, ОТВ. Коронавирус добрался до недвижимости. Стоимость аренды жилья к середине мая может упасть на 15%. Эксперты прогнозируют снижение доходов граждан. Поэтому и цены за все жилья также попали вниз. Снять квартиру в Челябинске в среднем стало дешевле, но ненамного. А национал упала на 1000 рублей. Цена для однокомнатной квартиры за месяц обойдется минимум 15 тысяч. Это не считая коммунальных услуг. На северо-западе стоимость аренды дешевле в среднем 10 тысяч рублей. Найти цены еще меньше можно и в районе АМЗ, и в металлургическом районе. Конечно, цены на съемы летного жилья и новостройках пали не сильно. Например, вот эта квартира с видом на Ленина в месяц обойдется в 65 тысяч рублей. И вид хороший, и интерьер интересный. Желающих снять квартиру посуточную в Челябинске стало меньше. В основном такой вид аренды пользуется популярностью у тех, кто приезжает в командировку или жене арендуют для романтических встреч. Кстати, спрос на последние услуги в период пандемии увеличился. Парочки снимают квартиры на несколько суток. Многие снимают квадратные метры для вечеринок. Цена от 1000 рублей. Комната в общежитии обойдется в 700. Поздравить своих бабушек и дедушек с Днем Победы можно будет в эфире ОТВ. Южноуральцам предлагают записать короткое видео на телефон и отправить на электронную почту. 9 мая по отбору теплых слов и все адресные пожелания можно будет посмотреть по телевизору. Народный проект запускает Минкульт области, телеканал ОТВ и дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий. Поучаствовать в акции легко. Нужно всего лишь записать адресное поздравление на 15 секунд своей бабушке-ветерану, соседке, прошедшую войну, или одинокому пенсионеру, который защищал ее. Выслать видео необходимо на почту победа.отв.собакамейл.ру. И 9 мая все ролики покажут по телевизору. Концер от 5 утра до часа дня. Так, несмотря на самоизоляцию, посмотреть поздравление сможет вся Челябинская область. Напомню, медиахолдинг ОТВ запустил флешмоб на сайте и в эфире под хэштегом «Я в домике». Просим делиться фото и видео, как вы проводите время дома, как соблюдаете карантин, чем занимаетесь и как перестроили свою жизнь. На этом у нас все. Оставайтесь на ОТВ. Каждый день я просыпаюсь с мыслями о том, что могу сделать мир лучше. Пускай это не что-то масштабное. Возможно, этого даже никто не заметит. Но для кого-то это ощутимая помощь. И мне не нужно от них громких слов. Я все вижу в их глазах. В их улыбках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"ЛЬНАЯ 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 ЗАСТАВКА В прямом эфире на ОТВ большая студия. С каждым выпуском в этих стенах нас становится все меньше и меньше. Но сегодня причина не только в обязательной самоизоляции, но и в том, что гость у нас сегодня всего один. Зато какой? Новый уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Юлия Сударенко, уполномоченная по правам человека в Челябинской области. Родилась в 1976 году в Челябинске. Окончила Челябинский юридический институт МВД Российской Федерации. Имеет 20-летний опыт службы в органах юстиции Челябинской области. 12 лет на самых высоких должностях. В декабре 2017 года было назначено начальником управления Минюста России по Челябинской области. Воспринимает работу уполномоченного как новый профессиональный и человеческий вызов. Здравствуйте, Юлия Александровна. Поздравляем вас с назначением. Расскажите, пожалуйста, как оно прошло. Судя по всему, дистанционно, как мы можем понимать сейчас в нынешних условиях. Здравствуйте. Спасибо большое за поздравления. Да, сама процедура назначения была уникальной, конечно. И, наверное, единственный уполномоченный пока на сегодняшний день, который был назначен, используя дистанционные технологии. То есть я правильно понимаю, что вы ведь даже присягу должны были приносить, да, правильно? И даже она была в онлайне, верно? Как это вообще происходит? Это происходило, на мой взгляд, очень замечательно. Было все технически организовано на высшем уровне. В Челябинской студии находился президиум законодательного собрания, журналисты. И в студиях, в городах и районах нашей области находились депутаты законодательного собрания. Поэтому все происходящее они наблюдали, имели возможность выслушать, задавать вопросы, ну и, соответственно, голосовать. Слушайте, раз уж мы коснулись вот именно той темы, как устроена работа сейчас, да, вот в онлайне, все так вот виртуализировано, цифровизация в буквальном смысле сейчас ускоренными темпами происходит. В вашей работе сейчас как вот это проявляется? В моей работе, в общении, во взаимодействии с гражданами, прежде всего это проявляется тем, что у нас ограничен личный прием. То есть мы заботимся о здоровье наших заявителей, поэтому, к сожалению, лично мы сейчас прием не осуществляем. Но у каждого человека есть возможность обратиться к нам, используя наш ресурс на сайте, интернет-приемную. Электронную почту, ну и, конечно, письменные обращения. Онлайн-технологии мы используем для общения с нашими коллегами, с некоммерческим сектором. Вот за ту неделю, которую я работаю в должности уполномоченного по правам человека, была возможность уже пообщаться с Союзом женщин Челябинской области, с общественной наблюдательной комиссией. Да, мы об этом еще сегодня обязательно поговорим, да? Да, вот, и с некоторыми другими. Смотрите, когда речь шла о том, чтобы выбрать нового уполномоченного по правам человека в Челябинской области, назывались разные имена. В телеграм-каналах разнообразных говорили и про Ольгу Мухаммедьярову, и про Александра Лебедева, про разных людей. Как вы думаете, почему выбор именно на вас пал? Я думаю, все-таки, наверное, комментировать свой выбор уполномочен только наш губернатор Алексей Леонидович Текслер. Вот, на чем он основывался, наверное, лучше у него спросить. Я бы ответила на из этого вопроса. Спасибо. Спасибо. Спасибо.